Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого. Лёша играет, канал называется, обязательно на него подписывайтесь. И это последний суперфинал турнира, дуэльного турнира по Цивилизации 5. Долгие 10 видео я вам рассказывал о том, как играть в дуэли. Ну, собственно, не только рассказывал, но и учился сам. Мне кажется, от первого видео к последнему скилл у меня тоже немножко поднялся. В любом случае, это последнее видео, независимо от того, выиграю я или проиграю, больше дуэльных видео не будет. В всяком случае, лично я от них уже устал очень сильно. Уже так надоело играть в дуэли, что просто нет слов. Тем не менее, я очень удивлён, что дошёл до финала этого турнира. Честно говоря, я когда начинал делать серию этих вот дуэльных видео, думал, что дойду, ну, там 4-5 игр сыграю и всё на этом. Нет, оказалось, дошёл до финала. Во многом удача помогла мне. Ну, что уж тут говорить. Соперники, пожалуй, кроме первого, были у меня очень сильные и играть было интересно. Вот теперь финал. Кулкэт мой соперник. Мы с ним выбрали такие нации Карфаген и Индия. Точнее сказать так. У меня было преимущество в выборе. И я ему предложил немножко изменить процедуру выбора нации не вычёркиванием, а оставить две нации, которые у меня ещё в дуэльных видео никогда не были. И мы там долго совещались. Прочие в итоге решили так. Кулкэт просто предлагает из этих наций, которых у меня не было в видео, две нации. И он предложил Карфаген и Индию, из которых я первый выбираю нацию. Я выбрал Карфаген, но, соответственно, Кулкэту осталась Индия. Интересный выбор. То есть, понятно, что он предлагал эти нации с учётом того, что я возьму... Извините, какой я Карфаген говорю? Византия. Что я на Карфаген зациклился? Византия, конечно. Он предлагал с учётом того, что я возьму Византию, потому что я люблю играть в расселение в дуэли. Но ему останется Индия. И он, видимо, будет через традицию. Так что, интересно, финальная игра нам предстоит. Итак, я потратил один ход, чтобы поставить столицу на холме рядом с рекой. Причём, место у меня очень хорошее. Я бы даже сказал, шикарное. Выглядит всё очень хорошо. А вот мой соперник только на четвёртом ходу поставил столицу. Три хода куда-то вёл. Но, конечно, для Индии очень важно поставить... А вот, кстати, и индийский дуболом. На шестом ходу встретились. То есть, он где-то справа. Будем искать. Правда, он своим поселенцам тоже двигался. Но была... Вот когда, знаете, двигаете поселенца без прикрытия дуболома, есть такая опасность, что его могут убить варвары. Даже если они не агрессивны, очень можно на них наткнуться совершенно случайно. И у меня было несколько раз, что соперники, правда, не в дуэлях, а в групповых играх прекращали игру на третьем-четвёртом ходу, потому что их убивали варвары. Ну, я надеюсь, Кул Кэт нашёл хорошее место для Дели. И будет там развиваться... Ну, смотрите, какое у меня замечательное место. Прям слоны, пряности. О, видите, я поставил дуболома на холм. И мой соперник тоже хотел туда скаута поставить. Но я поставил раньше, поэтому получилось, что он скаутом напал на моего дуболома. Но так как у меня дуболом и сильнее, и находится на холмах, то... Получил больше мой соперник дэмэджем. Ну, принимаю волю, как всегда. Знаете, если у него скаут, значит, что он в городе первым делом построил скаута. В отличие от меня, который построил сначала монумент, а потом вот только сейчас у меня скаут закончился, строительство. Так что я ещё буду, видимо, и по культуре немножко обгонять моего соперника. Видите, он решил пожертвовать немного развитием, потому что в традиции всё-таки важно быстро принимать эти традиционные политики, чтобы как можно быстрее развиваться. Но он пожертвовал для лучшего разузнавания местности. Ну, вполне правильный ход. Я-то через волю могу немножко, так сказать, сначала монумент построить всё-таки. Ну, вот есть некоторые, кто рашем играет вообще без всяких. Наверное, только в столице строят монумент. Например, тот же О, мне Гонконг хочет дань выдать. Очень-очень спасибо. Очень спасибо. Это я удачно зашёл, называется, в Гонконг. Первый Эн Турнфаст, тот же, как вы помните, дуэль Греция против России. Смотрите, какое шикарное место. Ещё и двое лошадей будет. Просто, просто шикардос. Если бы ещё и вторые лошади рядом с рекой были. Ну, неважно, всё равно. И так, и так офигенно очень, особенно, когда я там пастбище поставлю. Тот же Эн Турфаст ничего в городах не строил вообще, кроме войск. И наваливался всем скопом. Так, надо быстро переключаться на 2D, чтобы мой соперник... О, смотрите, раз, два, три, четыре варварских избушки уже сейчас. Знаете что? Смотрите, у меня 13 культуры, плюс 4 вход. Вот, значит, через ход уже надо будет политику новую принимать. Знаете что? Я, пожалуй, приму честь, потому что варваров здесь будет очень много. Мой соперник на радость мне не может ни руины найти, ни города-государства. Это очень хорошо. Я их спрятал на карте. Я же хост. Специально карту сделал так, чтобы я всё находил, а он ничего. Итак, ну нет, будем продолжать строить лучников. Примем честь и будем культурку на варварах фармить. Правильно я говорю? Потому что вот если бы я не взял эту избушку, которая показывает, где поселение варваров, уже 4 поселения варваров только сейчас. Это значит, пока к тому моменту, как мы сможем более-менее развиться, что я, что мой соперник, но чтобы уничтожить эти избушки, варваров по карте будет ходить очень много. Так что я думаю, что то, что я сейчас потратил на честь, я очень быстро отобью, воюя с варварами. Так что нормально. Всё путём. Ну и продолжаем по той же линии. После чести всё-таки откроем республику и халявного поселенца. И вообще, как бы, надо использовать бонусы нации. У нас Византия. То есть, во-первых, лишняя религия будет. То есть, надо всё-таки сделать акцент на религию. Видимо, Стоунхенш построить. А во-вторых, ну, Драмоны, я не знаю, сомневаюсь, что мой соперник, зная уникальные юниты Византии, будет ставить города на побережье. Так что, наверное, Драмоны не понадобятся. Ну, ещё одна. Ещё одни руины, да. Видимо, Кулкэт их реально не находит. Кстати, где он сам? Что-то меня волнует, что я его ещё не нашёл. Хотя мы встретились довольно быстро. Ну, как видите, я строю лучников. Но не думаю, что хорошей идеей было бы сейчас идти в сторону Дели и там как-то куролесить. Потому что у индусов уникальный юнит Слон. Не знаю, наверное, ещё вряд ли мой соперник его уже открыл. Но недалеко, недалеко явно. Ну, смотрите, тут скаут в окружении варваров. Попытаемся его как-нибудь подставить. И вот чем хороша Индия всё-таки, многие её не любят, но её не сложно завоёвывать в начальные этапы игры именно из-за слонов индийских. Потому что это очень мощный юнит. Очень крутой. Он не требует лошадей для своей постройки. То есть можно много их построить. И таким образом захват Индии в начальные времена, раш на Индию. Естественно, если за Индию играет сильный соперник, который разбирается в цели, может обернуться провалом. Поэтому я лучше пофармлю тут очки культуры на варварах. Естественно, я буду расселяться в сторону Индии. Это без вопросов. Вправо. Но несмотря на то, что у меня тут много уже... Ну, смотрите, я тут убиваю варваров. Зарабатываю очки культуры на них. Уже приличный. Вот ещё на одном варваре. Ещё плюс восемь очков культуры. Так что честь я взял очень-очень не зря. По моему мнению. Сейчас тут буду расстреливать ещё варваров. Ещё очки культуры капнут мне в копилочку. Так что я быстро... Ну, вот уже следующим ходом я буду принимать политику. Так что я отбил вложение в честь очень быстро. И всё благодаря тому, что в избушке нашёл расположение варварских поселений. О! Откуда? А я встретил... Я, видимо, встретил религиозный город какой-то. Но смотрите, мне вообще везёт. Ещё религию. Пантеон на халяву, можно сказать, получаю. Это вот такой рандом в мою пользу. То есть, что город-государство с религией на моей территории оказался. Ах, а вон, видите, внизу Константинополя дуболом индусский стоит. Чуть-чуть он не дошёл до... Я-то что-то не помню. Юрусалим там, что ли, религиозный город-государство? Так, ну, с этим варваром я не справлюсь. Давайте отойдём в стороночку. А, вот и столицы, границы Дели. Ну, так, относительно... Среднее расстояние, я бы сказал. Бывало и подальше, если вы помните мои дуэльные игры. И подход к нему не очень-то и затруднён. А, вот я там вижу гору. Гору. Видимо, он шёл... Кулкэт-трихода шёл, чтобы поставить Дели у горы. То есть, буст к науке за счёт астрономии, открытие обсерватории, строительство обсерватории, плюс 50 к науке ещё будет. Так что, желательно не дать ему дожить до этого момента. Правильно я говорю? Так, ну что, мы тут зарабатываем очки культуры. Куда-то убежал мой ещё плюс 8. Я уже не помню, наверное... Где-то плюс 32 очка культуры я заработал. То есть, как минимум, отбил. Нет, наверное, надо 70, чтобы отбить вложения. А потом будет ещё... Ну и этот... Да, я решил забрать это поселение варваров, потому что и так поселений варваров много. Я думаю, мне тут варваров хватит, чтобы культурки набрать. А она просто рядом со столицей, чтобы мне там не мешал... Ещё одного варвара, очень хорошо. Рядом со столицей, чтобы не мешал моему рабочему делать улучшения всяческие. Ну, вообще, честь хорошо, что взял. Недалеко будет там до генерала ещё бесплатного, если что. Ну, вот стоит тут дуболом. Я думаю, он хочет шифтом двинуть его вверх, чтобы посмотреть на столицу и вернуть обратно. Так, пока никто не хочет мне денежку давать. Ладно, подождём. Ничего-ничего, подождём, как поётся в одной песне. Тут прокачиваем своих лучников на... На варварских лучниках. Ещё и культурку заработаем. Ну, не знаю, мне очень нравится место, как у меня тут развитие идёт. По-моему, очень всё прям зашибись. Прям как доктор прописал. Ну, это я к тому, почему я амбар строю в столице. Потому что всё-таки надо дождаться сначала, когда бесплатный поселенец будет, и поселенцев дёшево строить. Для этого я и уничтожаю варваров, на них культуру зарабатываю. До этого момента всё-таки я не хочу тратить молотки на поселенца. Лучше вот амбар, чтобы и столица росла. Ну да, ещё давайте. Ещё больше... Лучников. Город для города роста есть. Переключимся на рост. Пока, потому что амбар. Появился в городе. О, блин, тут варвар так. О, блин, ещё и подставил под лучника. Ладно. Посмотрим, что в руинах. А в руинах у нас... Ну, так себе теха, ну ладно. Хоть это дали. Тоже неплохо. Да, и обстреляем этого дуболома. А то, фиг ли, он тут стоит. Смущает только, блин, несчастный мой скаут. Надо его какой-нибудь увезти в дебри джунглей, чтобы он там полечился. Так, сколько мне... Да, надо к Ватик... О, Ватикан опять признал нашу... Наши прямо ещё плюс девяносто. Боже, у меня уже четыреста шестьдесят золотых. Надо, может, купить чего-нибудь. Да нет, подождём пока. Будем оставлять деньги. Лучше побольше построим лучников и в метколуке их апгрейдим. И будем как-нибудь против слонов воевать. Посмотрим. Так. Очередной апгрейд для... Для моего воина. Нет, полечимся. Постоим, полечимся пока. И скаута полечим. Следующим ходом лучник. Так, плюс четыре. Четыре хода. Надо убивать какого-нибудь ещё варвара. И быстрее брать уже бесплатного поселенца. Обычно где-то к двадцать седьмому ходу я уже второй город ставлю бесплатным поселенцам. Здесь, видите, я немножко притормозил. Именно потому что честь взял. Но я думаю, что это всё-таки окупится. Ну вот, могу поселенца купить, кстати, за денежку. Прям не знаю. Столько всего вкусного. Ну, конец. Хорошее место для города тоже. Очень ничего так. Так, открылись... Открылась охота и лагеря для моих слоников. Поставим лагерь среди слоников и будем их, ну, доить, скажем так. Ведь слоновая кость доится, правильно я говорю? Ну, безостановочно строим лучников. Потому что, в принципе, пока в столице и нечего другого строить. У нас ещё не открыт общественный институт с более быстрым строительством поселенца. Так, тут у меня дуболом Иннокентий в тылу варваров. Хотя, где тыл варваров? Непонятно. Набирает очки культуры. В данном случае мы варвара пока пожалели. Полечимся один ход. Так, Ватикан нам уже дань выдал недавно. О, Константинополь продолжает даже расти. Несмотря на строительство. Ну, пока можно переключиться на производство. Потому что до пяти... Блин, да эти варвары тут очень нехило, так я вам скажу, напрягают. Но зато на них будем очки культуры завоёвывать. О, видите, тут Гонконг обстрелял варвары. Варвары ещё плюс восемь культуре. Какой-то пришёл на чай. Не знаю, о чём он говорит. Ну, вот у нас тут есть кого пообстреливать. Варвары внизу. Непонятно, про какие варвары. Может, тут... А, наверное, тут он внизу дуболома спрятал. Вот, наконец-то мы получили бесплатного поселенца. И подождём один ход до строительства лука. Чтобы отправить поселенца под защитой. Мы его слишком долго ждали, чтобы просто терять. Смотрите, тут варвары лютуют. Так, дуболом Иннокентий добывает нам культурку. Ну, наверное, зря я его поставил в защиту. Надо отходить под сень Гонконга, чтобы Гонконг там обстреливал варваров. А мы уже Иннокентием добивали их. Надо было бы отходить, конечно. Так, ну вот, тут ещё плюс восемь. Очень неплохо. Очень, очень хорошо, что я взял честь. Прям, блин, тут многое снялось с варвара. Боюсь, как бы его город-государство не добил следующим ходом. А, нет, не добил очень хорошо. Ещё плюс восемь. Блин, ну, честь окупилась уже давным-давно. И ещё, смотрите, обратите внимание, что я и авторитет у городов-государств таким образом завоёвываю. Прям лепота. А мой бедный соперник, наверное, там крадёт рабочих у городов-государств. Всё-таки традиция, Индия. И таким образом с ними отношения только портит. Всё прям замечательно. Очень удачно. Так что, если вот, смотрите, если вам вначале попадётся избушка, которая показывает количество варварских поселений, и этих поселений будет, ну, так, 3-4, то вполне стоит брать честь и на варварах её отрабатывать. Вот, ещё, ещё золотишко подкинет нам Дженуа. Причём даже в минус не ушло отношение ко мне, потому что я тут варваров убиваю. У меня уже 565 золота на 30-м ходу. Нифига себе. Блин, я не знаю, может, стоило поселенца ещё одного купить? У меня денег на апгрейд лучников хватит вполне, а зато 4 города уже будет. Блин, вот не знаю. Я просто, ну, вы же сами понимаете, я озвучиваю видео уже после записи. Как бы знаю исход игры. Вот подумываю, может, стоило тут купить, чтобы побыстрее как бы всё производство было. И веселее тут шло всё, потому что, как бы, денег много. Ну, поселение сколько? 330, по-моему, стоит. То есть 230 останется. Вот, видите, отошёл под Гонконг, чтобы он уже обстреливал варваров, а не я. 230 останется, сколько там, 55 на апгрейд. То есть 4-х лучников вполне апгрейдить можно в метко-лучников, в денег выше крыши. А зато 4 города – это большой плюс и к производству, и вообще. Да, будет в минусе счастье, но это не так страшно. И будет же минус 10. Зато 4 города – это очень-очень неплохо. Тут скоро будут рабочие пирамиды, надеюсь, я построю. И всё, у меня будут быстро ресурсы роскоши присоединяться. Так, ещё плюс 8, очень хорошо. Ещё плюс 8 культурки. Так, ну, этот ставим город тут. Как раз ещё плюс золотишко от разграбления варварского поселения получу. Ну, ещё и культурку от убийства этого несчастного варвара Василия. Не знаю, какой национальности принадлежит, поэтому не буду его никак называть. Ну, а вот в столице уже построился ещё один поселенец. Естественно, поведём его к границам Индии уже. Вон там он виден. Так, слушайте, надо Иннокентия спасать. Смотрите, как его варвары тут огружают вовсю. Спастили дуболома Иннокентия. Да, ведём. Хотя можно было бы и влево повести. Вот там тоже неплохое место с золотом. Пытается индус убить моего лучника, но нет, и его добивают варвары. Ну, и не жалко. Так, ещё плюс 8 на варварах сейчас получим культурки. Так, Иннокентий отдыхает и пытается вылечиться. Дай бог ему это. Залечить там сломанную ногу, нос, палец. Хотя, возможно, у него аппендицит вырезают в это время. Неизвестно, почему он красный, какие у него проблемы со здоровьем. Ну, хотя, если в боях, то, конечно, вполне может быть там... Или, знаете, вот я читал такая история на фронте была там уже... Ну, нечасто с провиантом хорошо было. Нечасто его подвозили вовремя. И какое-то время там питались одной гречкой, привезли тушенку. Бойцы её, как накинулись на неё, естественно, получили расстройство желудка. И боеспособность была подорвана. Вот, может, Иннокентий так тушёночку подъел. Ну, в любом случае, всё, что у меня слева, я уже практически исследовал. Вот выше только столицы там что-то непонятное осталось. Но уже пора у окружили Иннокентия тёмные силы варваров. Да, боюсь. Боюсь, это последний ход Кеши. Жаль, Кеша, жаль тебя терять. Но что поделать. Ну, так как я слева всё исследовал, ведём своих юнитов направо. И будем щекотать индусское пузико. Пускай поволнуется. А то уже всё, что возможно, мы тут... Ну, давайте ещё плюс 8 культуры. Сейчас ещё вот этот варварский лагерь разобьём. Я думаю, получим хорошую прибавку в отношениях к нам городов-государств. И прям меня честь радует, что я её взял. Прям я сомневался, когда её брал. А теперь вижу, что очень-очень правильно. Ну, жаль. Покойся с миром, Иннокентий. Давайте почти минутой... Нет, секундой молчания. Всё. Хорошо он поработал. Набрал культурки там. Подтягивал на себя варваров. Но, к сожалению, не смог я его спасти. Ладно, ух, тоже хорошее место. Посмотрите, тут и свиночки, и оленюшечки. Тоже можно будет там поставить город. Очень-очень неплохо там. Я смотрю. Так, ну, третий город вот я планирую на... На благовониях ставить. Вот, тут и выход к морю будет, если что. Драмон понадобится, если зачем-то вдруг. Хотя... Процентов на 99. И так, по демографии. Ну, смотрите, не так уж и много населения у индусов. И он не открыл библиотеку. Видимо, на всех парах к слонам несся. Даже письменности не нужна ему. Знаете, я еще волновался, что он может тоже через расселение пойти. Да, вы можете сказать, что это большой штраф по счастью. Но, в принципе, для Индии города три поставить вполне можно. И играть через волю и спамить своих индийских слонов. То есть, как начать в трех городах? Все-таки три города – это не один. А у него в данный момент один город сейчас. Один город поменьше в начале производства. Ну, вот видите, Ватикан стал моим союзником. Как раз мне дает веру, которая Византии очень даже нужна. Потому что уникальная способность Византии – дополнительное верование. Так что мы... Хотелось бы побыстрее религию тут устаканить. Может быть, даже я вместо пирамид сначала в столице буду Стоунхендж строить, чтобы быстрее столицу, веру получить. Ну, вот Никея поставлена. Пообстреливаем немножко. Стоит, захватил у Гонконга рабочего. Нехороший человек. Да, давайте лучников строить здесь и пойдем. Так, успеем. Да, успели обстрелять. Но рабочего успел убрать, конечно, мой соперник. Успел только лучником его обстрелять. Городом не успел. Ладно, ладно. Идем уже к границам Дели и будем смотреть. О, еще один. Ну, так как у меня честь, то очень неплохо. Ух ты, рабочий. Причем он меня не видит. Он меня не видит. Так что следующим ходом будем захватывать рабочего. Очень удачно, так сказать, я туда зашел. Я даже готов скаута, в принципе, потерять. Но главное – рабочего обратно не отдать. Я думаю, этот рабочий, может, захватил у кого-нибудь города-государства, у того же Гонконга, например. И я еще больше повышу отношение к себе города-государства, если рабочего этого верну. Так что мой скаут очень удачно заглянул. Причем мой соперник не знает, что мой скаут там. Он даже не успеет подготовиться к моему нападению на рабочего. Но надо сразу уходить, потому что, видите, рабочий уже закончил улучшение. И следующим ходом будет уходить с этой клетки. Итак, момент истины. Ждем. Ход закончился. И да. Рабочий наш. Никаких войск тут нету пока. Очень хорошо получилось. Очень я доволен. Ну и давайте... О, еще одни руины. Замечательно. Исследуем, что у нас тут наверху. Как-то много у меня руин, да? В этой игре. Ну, потому что мой соперник их почему-то не находил. А я их находил. И вот собираю. И постепенно войска перебрасываю на фронт к границам Дели. Будем оттуда грозить индусу. Так, шифтом передвинемся на цитрусовые. Вот. О, тут еще лучник. Обстреляем, конечно. Раз он нам попался. Почему нет? Так, ну вот не знаю, как сейчас будут обстреливать. А хотя, может, у него дальше. Мы, наверное, дальше. Так. По населению не отстаю особенно. Ну, даже по одобрению не особо отстаю. Хотя всего лишь плюс два. Хм, интересно. Он там что-то клепает, видимо. На производство переключился. И что-то строит в Дели. Видите, не отжирает усиленно город. А как-то там... Так, я решил, что если будут обстреливать... А, все-таки из города. Значит, где-то вот город там... Ой, еще и лучника пододвинул. Так, надо быстро рабочего убирать. Фу. Успел я удалить рабочего. Это очень хорошо. Так, что-то моего еще лучника где-то обстреливают. Непонятно где. А, вот где я. В двух местах, конечно, иметь напряжение на фронте тяжеловато. Так, убью, не убью. Жалко. Жалко, жалко, жалко. Ну, отдал скаута за рабочего. Против традиционного города. Это очень неплохой размен. Я считаю, что это нормально. Жалко, конечно, что сами Дели не расследовал. Вот он буквально из-за того, вот вверху находился... Вот где я сейчас мышкой показываю. Ага, вот здесь, скорее всего, город. Но из-за горы и из-за джунглей на цитрусовых город был не виден, к сожалению. И я не смог его увидеть. Ну, ничего, как-нибудь по-другому увидим. Это пока не столь важно, мне, честно говоря. Так, лечим. А, и он смог вылечить, видите? К сожалению, он смог вылечить, и я не смогу убить его лучника. Ну, ничего. Так, четвертый поселенец уже. Может, пятого все-таки купить? Блин, вот у меня денег... О, слоны! Вы смотрите, слоны появились. Ну, надо отступать. Надо отступать, потому что против слонов я не... О, опять мне Гонконг хочет денежку дать. Сто пятнадцать. Блин, надо покупать поселенца. У меня уже куча денег. И их на данный момент как бы девать некуда. Какие-то здания покупать в городах нафиг надо. Да, вот я сейчас, видите, исследую horseback riding, то есть верховую езду, чтобы моих катафрактов, уникальный юнит византийский, использовать. То есть у них больше силы, чем у обычных всадников. И они отступать могут после атаки. Единственное, что у них, по-моему, меньше передвижения. Три вместо четырех. Так, ну, продолжаем зарабатывать очки культуры на варварах. В столице строим... А, это не столица, извините, это Адрианополь. Ну, пока вот у нас хватает счастья, можно и подрасти городам. И строим лучников, потому что наличие слонов меня уже пугает. И явно мой соперник одним слоном не ограничится. Вообще, желательно, конечно, играя за Индию, вот не в обороне сидеть, когда у вас слоны имеются в виду, а поатаковать. Могу сказать, что я несколько раз играл, ну, правда, не дуэли, а в ФФА, групповые игры, рандомные. И рандом выдавал моим соперникам Индию. И очень сильные игроки за них играли, и большие проблемы были, если они соседи. Один раз я даже за Турцию играл, по-моему. И мой сосед индус меня вынес. Именно слонами. Ну, конечно, проблема Индии самая большая, что города лучше не захватывать, а сжигать вообще. И никак их не использовать, потому что слишком большие штрафы. Я вот один раз играл за Индию, кстати, вспомнил. И, ну, по-моему, шведа вынес рядом находящегося. И у меня такие большие проблемы с счастьем были. Я с Дуру аннексировал города. И очень, ну, долго с этим мучился. Потом в итоге их все-таки сжег. Надо было раньше, конечно, сжигать. И вот, ну, вот я, видите, сейчас выбрал, в каком месте еще город поставить. Вот туда поведу, где рядом с варварским поселением. А может, и на месте варваров. То надо войска туда перекинуть. И вот, захватывал города шведов, и большие проблемы потом у меня были с развитием. Ну, вот я раньше своего соперника вошел в классическую эру. Вот он по традиции идет, как и предполагалось. Интересно, у него всего две традиции принято. Может, он тоже честь принял? Потому что у меня больше воли, хотя я отклонялся в честь тоже. Так что, думаю, он, наверное, тоже честь принял. Ну, интересно, видите, что по науке я пока его опережаю. Что самое интересное. Уже в классической эре он где-то позади. Ну, наверное, он сейчас уже письменность все-таки изучает. Так, тут меня как-то варвары беспокоят. Не умер бы мой лучник. А, жалко, не хватает очков, чтобы следующим ходом политику принять. Ну, ничего. Мой поселенец еще не дойдет до места назначения, до принятия политики. То есть я собираюсь репрезентейшн брать, которая снижает стоимость социальных политик при поселении нового города. Надо принимать до поселения города. Потому что на старые города она не действует только на новые. А вот, смотрите, слоник тут снизу. Очень неудачно, к сожалению. Он, наверное, пытался снизу пройти, а я сюда поселенца веду. И очень не в тему. У меня тут, конечно, слон. Ну, а, он, наверное, к варварам пришел, точно. Пришел к варварам, пытается денежку на них заработать. А может и очки культуры, потому что, может, он честь взял. Правда, не в курсе. Вот я зато на варварах продолжаю честь набирать. Так, надо как-то перекинуть туда лучников. Интересно вообще, сколько у него слонов. Вот, он тоже слонами передвигает. Так, перейдем в боевой режим. Ну, поселенца он пока не видит, так что можно везти его нами. Ну, конечно, не получится поставить, где хотелось бы, из-за этого слона. Ну, и что сейчас будет? Никакого шифта не произошло. А, и убрал слона. Так, тогда все нормально. Пока продолжаем везти поселенца. Все путем. Вот у нас там еще какой-то учник родился. И, наконец-то, рабочий первый. Можно им начать обработку. Вот мы от обычного моего плана постройки монументов сразу после установки города немножко отвлеклись. Поэтому сейчас в Никее это наверстаем. Ну, за счет чести можно было немного, видите, отклониться от плана. Ну, на следующий ход Никея вырастет. Адрианополь не вырастет, потому что счастье уйдет. А вот и поселение варваров. Еще одно. Ну, вот где-то четвертый город. Видите, город-государство четвертый не найдено. Где-то он за индусом, видимо. В принципе, такая ровная карта получилась. Видите, у меня два города-государства. Как бы на моей половине карты. И два города-государства у моего соперника. Правда, до четвертого я добраться не могу. Никаких чудес света вроде не видно. Ну, конечно, я всю карту не исследовал. Но вот с чудесами света ведь такой дисбаланс несколько получается. Мне это не очень нравится. Особенно я знаю, что в дуэлях частенько у людей Эльдорадо появляется. Это вообще, по-моему, рушит всю игру. Потому что у кого-то из соперников сразу 500 золотых в начале игры. Это очень крутой бонус. Как бы такое немножко издевательство балансом цивы. И, к сожалению, в настройках нигде нельзя отключать вот это наличие чудес природы, чтобы их не было вообще на карте. И приходится вот мириться с возможностью наличия Эльдорадо. Даже вообще наличие любого чудо природы у соперника и отсутствие у вас – это такой дисбаланс, по моему мнению. А Эльдорадо вообще серьезный дисбаланс. Так, ну вы там видели уже два слоника скопилось между Никеей и четвертым потенциальным городом. Но я вот следующим ходом буду уже ставить город. Я привел поселенца в то место, куда я и хотел поставить. И, кстати, поселениц, по-моему, не должен быть виден слону. Потому что слон не на холме находится. Но, тем не менее, все равно попытаюсь очень быстро сейчас поставить этот город, чтобы никаких проблем... О, уже и меткие луки появились. Ой, кто-то умер у меня. Да, к сожалению, одного лучника я потерял. Ну, да, лечиться пока не буду. Вот зря отступал. Наверное, надо было все-таки слона этого обстреливать. Вон там так один стоял, а у меня два лучника. Даже три можно было подвести. А, нет, третий все-таки не мог обстреливать. Ну, двумя лучниками хотя бы обстрелять. Ну, ладно. Что ж поделать. Жалко, что один лучник уже потерян. Так, надо в оборону отступать, потому что и меткие... Ну, у меня меткие лучники, правда, следующим ходом будут. И я тут всех проапгрейдю. Надо, главное, лучников поставить на свою территорию. И, надеюсь, как-то мой соперник немножко притормозит атаку, чтобы я мог успеть апгрейдом заняться. Так, здесь варвары. О, еще слоны. Слоны идут в атаку, вы смотрите. Прямо слоновье бешенства наблюдаем под Антиохом, между Антиохом и Никеей. Интересно, сколько слонов? Два или три, наверное, уже. Сейчас увидим, если он в атаку пойдет. Так, надо заниматься апгрейдом. Ну, еще плюс восемь. Что неплохо. Да, вопрос, что... Блин, у меня вроде денег хватает на апгрейд всех юнитов, которые у меня есть. Главное, не подставить их, а то сейчас вот проапгрейджу. А они придут и их убьют сразу. Да, денег я накопил все-таки, обдирая несчастных городов-государств. Смотрите, еще 383 золотых осталось. Это можно было поселенца вообще абсолютно спокойно покупать. Очень жалко, что я этого не сделал, блин. Да, надо было покупать поселенца. Ух ты, а вот и пошла атака на Антиох. Ну что ж... Так... Да, зря я увозил этого лучника. Я его все равно не спас. А вот... Да, смотрите, какая пошла... Пошел навал на Антиох, на Нике... Ну, там, да, на Нике никакого навала нету. Это я желаемое за действительное выдаю. А вот, смотрите, три метких лука и два слона на Антиох поперли. Да, надо отбиваться. Блин, как-то я с дуру подставил... Ну, не подставил, точнее, а с дуру убрал меткого лучника. Убирать его не надо, он бы все равно умер. Но зато обстрелял бы слона. И... Может быть, смог бы я его убить хотя бы. Ну, не убить, было бы там красное... Такое... Мало у него хитпоинтов бы осталось. Я бы подвел вот того слева меткого лучника и пытался бы им добить. Да. Интересно. Блин. Боюсь, Антиох, конечно, не выстоит. Да. Ну, так, видите, моя растянутая линия городов не позволяет мне быстрее пододвигать юниты. А... О, вылечил его еще, к тому же, убрал. Интересно. Интересно. Ага, он пытается вот таким образом еще и того моего меткого лучника убить. Вот, блин. Так. Ну, что, этого я смогу убить? О, убил хоть этого меткого лучника. Это хорошо. Ну, правда, он Антиоху никак не угрожал. Если бы мои эти три метких лучника под Антиохом хотя бы были. Да. А здесь, интересно, успею ли я меткого лучника убрать от... Так, смотрим. Уже больше солдат у моего соперника. Он там явно слонов клепает. Да, опасно, опасно. Вот, видите, приходится тратить деньги на стену, чтобы попытаться Антиох спасти. Ну, стена не только снижает урон, но и убыстряет, как бы, лечение города, как-то сказать. То есть, следующим ходом будет больше хитпоинтов восстановлено, чем без стены. Что-то от Антиоха отступил мой соперник. Блин, как-то мало убралось хитпоинтов у этого меткого лука. Жалко, что отступил. Я... Точнее, не жалко, а странно. Потому что, мне кажется, у него хватило бы даже со стеной мощи захватить Антиох. Но он вроде не отступил, а может, на Никею сейчас перекинется. Сложно сказать. Интересно. Вот сейчас, видите, кто мог подумать, что Индия будет в атакующий стиль играть. Но вообще, со слонами, конечно, стоит. Оно того стоит. Слоны такая штука, что можно решить все намного раньше, не затягивая. Потому что, видите, я тут так ставлю города. Да, у меня все, производственная мощь увеличивается. У меня, жалко, вот, конечно, потерял метка лука. Но, правда, и у него метка лука убил. О, смотрите, там варвары тащат рабочего у какого-то города-государства. Надо отбить и, наверное, себе взять. Так, ну что, будем отступать. Так, успели. А, лечимся, лечим. Блин, не успел. Да что за фигня? Вот это лечение у меня больше всего... То есть, тут даже не фест-клик, а лечение, повышение юнитов меня больше всего подводит. Ну ладно, фиг с ним. Потерял так потерял. Сам... О, зато генерал родился. Вот, будем его сейчас использовать. Так, у меня там еще один под ударом был композитный этот. Композитный лук. Надо быстрее тут всем заниматься. Да-да, катафракты начинаем строить. Подсоединили лошадок. И вот катафракты вполне очень хорошо могут против... И против слонов, и против метких лучников поработать. Это... Видите, тут как бы слоны крутой юнит. Но и у меня, у соперника слонов, тоже есть уникальный юнит в эту эпоху. Который может посопротивляться. Ну, в моем понимании, конечно, слоны покруче к этому фрактов. Прямо скажем. Но... Так как у меня не один город, а уже четыре. Если я их сохраню, то катафракты будут такой оралой рождаться. И я смогу их покруче использовать, чем мой соперник слонов. Вот видите, они там стоят между Никеем и Антиохом. Ждут чего-то, надеются на многое. Какой-то у них там свой слоновий парад, опа, двинулся куда-то в сторону Никеи. Так, меня это волнует. Малыш, ты меня волнуешь, пел Виктор Цой кому-то когда-то. В данном случае меня волнуют слоны под Никеей. Вот я не знаю, правильно я делаю, что я продолжаю строить метких лучников. Может, уже все-таки на драмо, на катафрактов везде имеет смысл переключаться. Ну, ладно. Как бы у моего соперника стреляющие юниты, потому что слоны это стреляющие юниты, мне нужно какой-то паритет тоже иметь. И вообще, конечно, желательно побольше рабочих и подвезти дороги к Никее и к Адрианополю. Извините, пожалуйста. Адрианополю. Но, о, смотрите, вот уже три слона вокруг Никеи. Видите? Переброс косил от Антиоха к Никее происходит. И вот отсутствие дорог здесь, конечно, играет роль свою. Я не построил пирамиды до сих пор. Как-то вот отвлечен на строительство войск. А пирамиды были бы очень-очень неплохо в данный момент. У меня бы дороги в один ход строились. Я бы быстренько тут провел всю городскую сеть. Так, отстаю по войскам, но зато более чем в два раза по производству опережаю соперника. Видно, переключился на отжор столицы, хотя и по еде я тоже на первом месте. Очень интересно. Так, оставляем на пророка. Как раз вот я и накопил веры. Мне нужны бонусы. Ну что, предложить мир? Может, индусу? Нет, пока не буду. Как раз уникальная способность нации моей Византии. Я могу лишнее верование выбрать абсолютно любое пантеоновское, укрепление, какое хочу. Поэтому надо еще подумать над тем, что взять. О, блин, тут очень не в тему пришел варвар, блин. Если он... Ладно, лагерь пускай разрушает, это фиг с ним. А вот если он пастбище разрушит на лошадях, это будет очень не в тему. Я тут, понимаешь, катафракт строю. Кстати, вот еще одна претензия к переводчикам. Я тут изучал это дело. Почему они вот этого всадника катафрактом назвали? Вообще, тяжелый всадник, вот этот византийский, называется катафрактарий. А катафракт – это сам тяжелый доспех, так называется. Не знаю, по каким причинам переводится в русской локализации это катафракт, а не катафрактарий. Но вот я вам во всякий случай говорю, что на самом деле правильно он зовется, этот всадник, катафрактарий. А катафракт – это доспех. Точно так же, как во времена наполеоновских войн были керасиры, и они носили керасы. Вот. Ну, так вообще, конечно, это действительно уникальный византийский юний. Ну, смотрите, что происходит вокруг Никеи. Слоны прямо окружают Никею со всех сторон. Как бы мне генерала, как всегда, не потерять. Я аж люблю это дело. Так. Апгрейдим. Видите, тут еще болото не в тему. Не подойти к Никее. Но у меня такое ощущение, что Никея все-таки падет, к сожалению. Да, как бы не хотелось ее спасти, но Никея будет потеряна, к сожалению. Ну, вернусь к катафрактариям. Вообще, конечно, это не изобретение Византии. Еще до этого развивалась тяжелая конница, и вообще она появилась как ответ на эллинистическую фалангу. И вот римские легионы, потому что невозможно было с ними никак бороться. И главное вообще отличие, пожалуй, вот именно катафрактариев от других тяжелых конниц, это точно их тактическое применение. Потому что просто налететь на фалангу, ну, можно убить там копьем одного-двух, и что дальше? И задние ряды катафрактариев что будут делать? Нет, тут точное тактическое применение против пехоты соперника, которая опрокидывала пехоту и заставляла бежать. Вот в этом отличие, собственно, катафрактариев от других видов тяжелой пехоты, тяжелой конницы. Ну что ж, Никея, к сожалению, пала, но мы, любители воли, не расстраиваемся, потому что это не страшная потеря одного города для нас. А вот для индуса это означает увеличение несчастья в его империи. Думаю, сейчас его город, его столица, главная Дели, особо не будет расти, что нам на руку. Хотя я не знаю, сколько у него там ресурсов роскоши, может и будет. Кто его знает, это же всего лишь один город. То есть я бы на месте индуса, может, спалил Никею, разрушил. Ну посмотрим, ему уж нужен какой-нибудь плацдарм, чтобы атаковать дальше мою империю. Но, к сожалению, вот видите, какие крутые слоны. И как они круто Никею уничтожили очень быстро. Так, ну попытаемся тут как-то что-то извлечь из этого. Ранить хоть немножко войска слоников подраним. Кого-то может убить сможем. Так, конец хода. Кого я сейчас подставлю на этот раз? Ага, слонов он увел. Нет, привел обратно, тогда убираем. Фу. Вот жалко я того верхнего слона, который правее не смог убить. Да, жаль. Ну смотрите, ну сволочь же эта варварская. Все-таки уничтожило пастбище. Теперь у меня катафракт будет с меньшей силой воевать. Да. Не вовремя он совершенно появился, этот варвар. Уничтожил мне тут. Очень важное пастбище уничтожил. Блин, ну ладно. Я Никею все равно не мог бы отбить в этот ход. Так что особо ничего страшного не произошло. Восстановим пастбище. Жалко мало рабочих. Вот как-то я пирамиды профукал. Надо было, не знаю, вместо двух лучников все-таки пирамиды построить. Потому что мне тут лучники особо не помогли. Ага, не успел. Все-таки не успел убрать и этого метколучника. Так, ну что, рабочий. Хотелось бы, вот блин, зря я дурак. Да, надо этого рабочего катафрактом захватывать, а не вести его на поле боя. Потому что воевать он пока не может в связи с отсутствием лошадей. Да, и катафракты мы опять не можем. Катафрактария. Строить. Ну давайте пирамиды все-таки. Блин, городов мало. Надо поселенца строить. Не пирамиды, а поселенца. Потому что вот тремя городами против традиционника не очень классно играть. Я бы еще два города как минимум поставил туда и места для них есть. Даже места еще для трех городов есть. Надо ставить больше городов и в них клепать войска. Собирать в кулак и идти отвоевывать Никею. Так, ну антиох, я думаю, выдержит. Хотя, если он перекидывает войска к антиоху, фиг его знает. Так, пора глянуть демографию. Так, я по производству и по идее на первом месте пока. Да, но Индус недалеко, недалеко. Так что, все, возвращаем. Возьмем, рабочего возьмем. Не будем возвращать его в город-государство, потому что нам рабочие нужны. Пирамиды еще неизвестно, когда построятся. Сейчас пока у нас поселенцы идут. Так что будем воевать с городами государства. Мне бы не хотелось нападать из-за рабочего. Лучше с них бонусы иметь. Кстати, у меня уже должен пророк родиться, а его до сих пор нету. Интересно, как долго будут меня мариновать с пророком. Все, восстановили. Пастбищу можно к катафрактам возвращаться и строить катафракты. О, вот золото мне сейчас не помешает. Так. Нет, больше никто мне не дает золото. Блин, надо... Что-то меня волнует антиох, потому что к нему может мой соперник перекинуть-то войска. У него были... Недалеко антиох-то от Никея. Перекинуть войска очень быстро можно. А у меня все под Адрианополем сосредоточено. Вот он подвел Медколучника посмотреть. А, и он, похоже, будет Адрианополь атаковать. Ну что ж... По-моему, это ошибка его, потому что Адрианополь проблематично будет взять. Тут река. Через нее перебираться надо. Кроме того, вот это дебильное болото, которое мне не дало быстро передвигать юниты. Кстати, вот находится сейчас слон на болоте моего соперника. Это минус к его силе. Так что не оставляйте на болотах юнитов, потому что это минус, а не плюс к защите дает. Имейте в виду. Так, и этого вот Медколучника надо тут тоже погонять. А то, ишь, встал, смотрит там, искоса низко голову наклоня. Трудно высказать и не высказать все, что на душе у меня. Слова Матусовского. Так, минутка культуры на нашем радио закончена. Восстанавливаем все, что тут нам варвары нагадили. И пытаемся от слоновьих орд отбиться, которые топчут землю византийщины. Да, обложили сурово тут эти три слоника. Так, я не понял, кого там... Одного убили, а второго убили или нет? Что-то я не соображу. Что-то со всех сторон идет атака. Одного, по-моему, только убили. Ну, слава богу. И какой-то я еще получил... В друзья какого-то... Еще какой-то город-государство что-то я пропустил. Видите, тут у меня все сосредоточено в Адрианополе. Но какой-то город-государство еще и моим другом стал. Так, да. Ну, присоединим еще лошадок. Тем более, это увеличит производство. В нашей столице... Да, тут серьезная атака идет. Вы смотрите, мой соперник... Не почивал там на лаврах, можно сказать. Не сидел в обороне, наклепал слонов. И сейчас ими идет в атаку. Ну, я думаю, что... Ну, блин, не знаю. Хотел сказать, что отобьюсь, но вот сейчас... Глядя... Я ж не знаю, сколько там, может, еще там несколько слоников в загажничке. Но вот благодаря тому, что есть катафракт, все-таки есть надежда отбиться. А, ушел слон. Жалко. Блин. А у меня вот убили юнита, к сожалению. Плохо. Так, тут этот медколучник... Моего-то я хотел его, медколучника, потерроризировать. А на самом деле оказалось, что медколучник меня терроризирует. Так, я бы катафракта, может, шифтом передвинул. И попытался там его слоников погонять. Потому что я думаю, что соперника должно испугать наличие у меня тоже уникального юнита. Который, ну, очень неплохой катафракт. И мне характеристики нравятся. Единственное, что вот снижена, конечно, дальность передвижения. Но в данном случае это не особо важно. Так, ну вот по солдатам я хоть... Ну, равно, правда, равно. Зато по другим параметрам побольше. Ну, вот видите, тут он двигает слонов. Прямо под Рианаполь. Ага, очень неплохо. Катафракт нападет, шифтом нападу. Кстати, многие спрашивают, что за бонус при атаке с фланга. Что это значит? Бонус при атаке с фланга это когда вы нападаете на вражеский юнит. Рядом с которым есть еще один ваш юнит. Если и два юнита, то больше будет бонус вот в таком виде. То есть, типа с фланга этого вражеского юнита есть и другие юниты. Так. Ну, выбираем. Плюс два золота за каждый город. Очень классный. Плюс процент. И вот здесь я немножко допустил ошибку. Выбрал не совсем. Надо было, конечно, брать плюс две науки за связанные города торговыми путями. Вот видите, у меня только всего плюс 12 науки. Взял бы это верование. Ну, не сразу оно бы заработало. Но вера быстро распространяется. И я бы получил довольно существенный прирост науки к религии. Но тут я долго-долго выбирал и выбрал верование врачевателей. То есть, быстрое лечение на клетках рядом с дружественным городом, который вот в эту религию обращен. Это неплохая религия, в принципе. Неплохое верование для войны. Но дело в том, что, во-первых, оно должно еще распространиться, чтобы работало в городах. Во-вторых, если мне не изменяет память, оно и у соперника будет работать, если я распространю на Дели это верование. То есть, и он будет им пользоваться. Получается, в чем у меня бонус? Его не будет. А вот от науки я бы имел бонус. Тем более, что так как мой соперник традиционно развивается, то я отставал бы в скором времени по науке. Поэтому вот это добавление... Я не знаю, почему я не взял посланник богов, плюс две науки за каждый торговый путь, а взял верование. Ну, что ж поделать. Что есть, то есть. Зато просто наличие религии это уже очень неплохой бонус. Мог он быть лучше, конечно, если бы взял правильное верование. Но пусть хоть такое. Итак, Коукэт отступил от Адрианополя. Видимо, посмотрел, что не хватит у него войск захватить его. Но вот мне, наверное, жалко, что он отступил, потому что хотелось бы захватить, уничтожить побольше его слонов. А так я ни одного не уничтожил, он вовремя их увел из-под удара и не подрываю я его экономику. С другой стороны, у меня только три города. Надо бы вместо катафрактов строить в столице поселенцев. Но, видите, я сейчас боюсь как бы... У меня слоны индусские не напали на Адрианополь, а катафракты очень классно будут защищаться, в отличие от метких лучников. Но, с другой стороны, опять же, такая сложная в подходе территория у Адрианополя. Не очень просто будет моему сопернику наступать, поэтому можно бы и отвлечься немного. Ну, ладно, еще вот один катафракт и будем строить поселенца. Вот тут, конечно, такая территория, где могут войска индийские спрятаться. Поэтому я вот сюда вывожу метких лучников, поставлю их на холмы, чтобы видеть вообще, что творится вот между Антиохом и Никеей. И какие там войска у индусов, где стоят. Но, видите, проблема, опять же, что индусские слоны более маневренные, чем мои меткие луки. И могут быть у меня тут проблемы. Поэтому надо побольше бы катафрактов. Вот будет три катафракта хотя бы. Ну и хорошо, что уже есть великий генерал. Будет попроще. С ним. Хотя, с другой стороны, я думаю, у индуса он уже тоже должен появиться. Как так приблизительно, аж одинаково. Мы только вдвоем друг с другом воюем. Кстати, я когда принимал религию, обратили внимание, что я христианство взял вместо моего обычного иудаизма. Ну, потому что я решил, что за Византию брать что-то другое, кроме христианства, это совсем уже неправильно. Тем более мы тут вдвоем играем. Тут не будет проблем у меня найти свою религию. Ну, я вам в видео про религию объяснял, почему я иудаизм обычно беру. Потому что этот значок больше всего для меня отличается от других. Да, очень жаль, что я никак не смог прорядить армию индуса. Он очень грамотно, стратегически, тактически отводит армию. Но я вот сейчас пытаюсь занять между Антиохом и Никеей господствующие высоты. Тут очень такая хорошая вместность в этом плане. Холмы окружены еще и джунглями. То есть, не могут индийские слоны... То есть, нет у них той маневренности, которая будет вот около Адрианополя. Ну, вот видите, что происходит. Он быстренько нападает слонами. Но дальше он не может пройти, потому что джунгли мешают. И он не знает, какая тут будет территория. Ну, вот не знаю, зря, может, я убирал коника. С другой стороны, он опять же мог в конце следующего хода передвинуть слонов и обстрелять моего коника. Не хотелось бы это ему позволять. Здесь, в общем, такая позиция перешла в затяжной тактические маневры. Никто не хочет мне из городов-государств давать дань. Ну, это понятно, потому что у нас примерно одинаковые с моим противником армии, судя по демографии. И хотелось бы, главное, чтобы мой соперник не требовал дань. То, что мне не дают, это ладно, у меня с деньгами проблем нету. Ведь плюс 15 уже офигенно для игры через волю. А вот хотелось бы, чтобы и индус золото не получал. Небольшой прыжок вперед. Тут происходят такие тактические перемещения. В принципе, никто за это время, что я прыгнул, не потерял ни одного юга. А, хотя и скаута. Скаута перехватил у себя в тылу. Ну, это не важный такой момент. Главное, вот видите, уже около шести, ну, во всяком случае, я шесть слонов вижу у моего соперника. Вот он таким фронтом расположен. Три около Никеи и три около Антиоха. То есть полностью так практически перекрыто в линию путь к Дели. И, ну, я тут использую своих коников, катафрактов. Очень катафракты мне нравятся. Очень так серьезно против слонов работают. Конечно, если бы было бы, ну, с другой стороны, если бы местность была открытая, то и слоны покруче бы работали. Так что, в общем, такие, я бы сказал, что равноценные юниты. И вполне можно воевать против слонов катафрактариями. Давайте уже правильно говорить, катафрактариями. Так что, ну, идет тактическое бодание. Нету какого-то перевеса. Я вряд ли могу сейчас Никею отбить. Ну, и мой соперник не может ни на Адрианополь напасть, ни на Антиох. Потому что у меня войск достаточно, чтобы его перехватить. В столице я сейчас строю пирамиды. Надеюсь, их построю. И, как бы, мой план обычный. Расселение вернется в прежнее русло. Ну, это четвертый город. Я сейчас поставлю, правда, он уже пятый. Но Никею-то у меня отвоевали. И после пирамид, наверное, в столице надо будет еще одного поселенца построить. Пока ушел в минус по счастью, потому что у меня рабочие заняты соединением городов, чтобы можно было быстрее армию перебрасывать на фронт, а не присоединением роскоши. Но с постройкой пирамид, я думаю, мы эту проблему быстро решим. Еще прыжок вперед. Я вам напоминаю, что не показываю те моменты, когда просто ничего не происходит. Когда идет развитие. Мое развитие вы примерно себе представляете. Я вам показываю, когда идут какие-то боевые действия, попытки нападения. Вот, например, я сейчас. Но мой соперник четко убирает свои юниты. Не дает их разбомбить. Убить окончательно. Ну вот, я немножко подставил. Он был шифтом лошадку туда передвигать. Я соединяю города, присоединяю роскошь. То есть все по-прежнему. Видите, теперь я немножко перешел в нападение. Решил Никею не трогать. Ну, пускай захватил и захватил. Он может попробовать тут его слонов покоцать и уже пошебуршить в окрестностях Дели. Поразрушать там улучшения. Поводить рабочих в рабство. Ну, естественно, под знамем христианства. Все как в истории. Держа в руках Библию и крича, возлюбите ближнего своего, спарывать животы индийским слонам. Все по заветам Иисуса Христа. Где-то вот среди рядов катафрактария входит патриарх Константинопольский и благословляет их на уничтожение индусской заразы, которая собирается распространиться по этому миру. Не пройдут слоны за эти пять слонов, да, и генерал еще там стоит. Ну, как красиво мы друг напротив друга стоим. Ну, сейчас будет такая заруба. Посмотрим, хуизну, да, или вылечился. Так, отходим. Одного убило все-таки. Эх, блин. Да, в общем, видите, я потерял ее не та, а мой соперник ничего не потерял. Ну, раненые слоны, ну и что? Да, не очень удачно в итоге получилось. Если бы три слоника стояли там вокруг, я вот, кстати, зря напал первым катафрактарием и увел его, то есть зря, что я его отвел, потому что я таким образом потерял бонус с фланга, так бы я вторым катафрактарием убил этого слона, понимаете? А так получилось, что увел, коти убил, и мог бы, наверное, там, я не забыл, где сейчас находился генерал, мог бы, наверное, и генерала захватить. В общем, сейчас я тактически ступил. Надо было не отводить катафрактария в сторону. Им, соседним, нападать и получать бонус от атаки с фланга. Еще небольшой прыжок вперед. Видите, четыре слона столпилось около моего маленького катафрактария Веспасиана, и надо его убирать быстрее. Нет, он умер. Сможем ли мы отомстить за смерть Веспасиана? Надо как-то наказать индийских слонов. Так, ага, видите, передвигает слона, чтобы не убило того, но я думаю, это нам на руку. Мы как раз этого слоника и прижучим точно. А того следующим ходом попробуем добить. Да, пока я тут делал прыжок, я построил пирамиды, а мой соперник – Великую Стену. Ну, как вы помните по прошлым сериям, Великая Стена нам не помеха. Главное – подобраться к столице и начать отжирать территорию генералами. Так что со стеной, без стены даже веселее, правильно? Со стеной даже интереснее. И еще небольшой ход вперед. Вот тут нам Ватикан сейчас выдаст материальную помощь. Жалко, конечно, потеряем с ним дружбу, но всего плюс два веры. Я думаю, дойдем до укрепления религии. Да, в прошлый раз там отступили индусы, а сейчас новая атака. Вот я вам сейчас показываю эту новую атаку. Сможем ли мы спасти этого катафрактария? Нет, не смогли. Очень жаль. Очень жаль, но... Да, и видите, обратно он опять отступает. Все-таки слоны очень классные в плане своей маневренности. Могут напасть и быстренько отступить назад. Это очень классный бонус. То есть, если бы у индусов был какой-нибудь другой уникальный юнит, конечно, была бы совсем грустная нация. Но вот тут я, видите, смог одного слона все-таки прижучить. Убил его. Ну, когда мы одинаково теряем юниты, это, естественно, в мою пользу, говорит. Напомню, все предыдущие серии. То есть, мой соперник должен убивать больше юнитов, чем я у него убиваю. Тут мы разменялись. Мой катафрактарий против его слона. Ну, я знаю, что вам нравятся всякие исторические вставки про нации. Но дело в том, что сейчас мы играем в Византии и Индии. И здесь какие-то маленькие исторические вставки про Византию и Индии просто невозможны. Ну, сколько Византия существовало, сколько существует Индия сейчас. И о чем мне вам рассказывать? Всю историю сейчас пересказывать? Так этого даже про одну только Византию не хватит в видео. Про Византию я вам рекомендую погуглить. Давайте искать историю Византии. Столько будет многого материала. И почитайте. Там очень много поучительного. Вообще, вот мне пишут, что почему я так много рассказываю исторических вставок, делаю. Это я гуглю и читаю. Слух нет. К сожалению, я это все знаю. О, религия уже начала распространяться. Это хорошо. Так вот, на самом деле, те, кто давно играют в ЦИУ с первых частей и так далее, ну, вообще, любые сильные игроки, они волей-неволей начинают разбираться в истории. То есть тут ничего удивительного нет. И вообще, я считаю, что любому образованному, интеллигентному человеку очень важно знать историю, потому что сейчас все идет по кругу. Ну, вообще, есть такое мнение, что история развивается по спирали. Делает виток и возвращается к тому состоянию, как и было, только немножко в другом виде. И знать историю о том, как развивалось общество раньше, очень сильно помогает пониманию того, что происходит сейчас. Вот, почитайте историю Византии, великолепная история упадка и разложения империи, когда властолюбивые, корыстолюбивые правители привели к полному поражению огромной великой греческой нации. И, в принципе, можно много аналогий провести с современной Россией. Тоже засилье во власти, духовенство, такие же некомпетентные люди у власти, борьба за... Ну, в общем, что я вам рассказываю. Сами почитайте, это, может, мое мнение. У вас может что-то другое сложится. И на место Византии пришли современные к тому времени турки, которые жаждали жизни, которых совершенно другие идеи были в голове. И на следующие несколько... Как это в каком году? 1400... Я не помню, к сожалению, в каком году пала Византия. И потом, на следующие полтысячелетия Турция диктовала свою волю в Европе и была одной из ведущих наций. О, висячие сады, наконец-то, Индия построила. Ну, на самом деле, турки, конечно, стали доминировать не после захвата Византии, а намного раньше. Просто это вот в 1429 году, извините, могу ошибиться, они взяли Константинополь. То есть, конкретно Византия прекратила существование. А так, турецкая Османская империя уже давно к этому моменту существовала. Были столицы Ведернея, где-то еще, в Косье, по-моему. А так, потом вал турецкий покатился в сторону Европы. Ну, вот видели, я там пытался, точнее, разграбил Цитрусовый, но я думал, что у меня катафракт отступит обратно. А почему-то ходов больше не осталось, и убили моего несчастного катафрактария. Ну, ладно, зато Цитрусовый разграбил будет поменьше ресурсов у индусов. Но там у него еще есть Цитрусовый присоединенные. Дело в том, что просто Дели не будет... Да, Дели на третьей клетке как раз Цитрусовый были, Дели не будет их обрабатывать. Ну, вот я тут катафрактарием просочусь, наконец-то, снизу и тыл обследую у Индии. Чуть-чуть вперед прыгнем. Вот закрываю последний общественный институт в воле. У меня сразу, ну, счастье, сколько стало, надо еще города доприсоединять дорогой, и будет замечательно. Но сейчас надо выбрать, какого великого человека брать. Вот смотрю, когда у меня инженер родится. И, в принципе, наверное, инженера брать не стоит, потому что уже великая стена построена у индуса. Тут незачем спешить, поэтому, так как стена у индуса, видимо, надо брать еще одного генерала, а потом еще исчезти третьего генерала, чтобы этими генералами стену отжирать, близко ставить город. Вот надо Никею отвоевать, поставить близко город от столицы индусов и отжирать постепенно территорию генералами. Вот план такой победы. Пробую Никею обойти справа. Вот слоник появился на защиту, из-за того там цитрусовые. Видимо, защитник этому не хватает, хода давайте. О, уже арбалет у моего соперника. Вы смотрите. Ну, ничего-ничего. Будем вот нападать с этой стороны. У меня хоть и меткие луки еще, но вот видите, хватает мощи. О, пошел слоник туда на защиту. Арбалета, блин, надо как-то перехватывать арбалета. Как-то его выносить надо. Ну и драмоны, чтобы с моря. Правда, никаких городов нету на море, но зато можно, например, варварских трирем побить, а мы с них, напомню, культуру получаем. Так, вот неплохое место тут внизу тоже для города. Можно туда ставить. И смотрите, в этой игре мне повезло. Обычно мои соперники... Да. Видите, я решил все-таки взять великого пророка вместо генерала, для того, чтобы быстрее распространять свою религию. Потому что в этой игре религия очень важна. Ну и, соответственно, беру как можно более быстрое распространение и пагоды, чтобы счастье было, чтобы быстрее можно было города выращивать и так далее и тому подобное. Так, здесь, наконец, блин, не заполучили еще рабочего. Хорошо варвары защищаются. Да, возьмем миссионера. Ух ты, смотрите, сколько у меня... Да, очень хорошо, что я взял все-таки пророка, а не генерала. Пока еще рано атаковать Дели, поэтому генерал бы так только болтался без дела. С другой стороны, вы можете сказать, что можно было ставить крепость под Никей и ее завоевывать. Но мне кажется, мне жалко генерала ради Никеи тратить. Это не настолько важный город, чтобы вот его всеми силами завоевать. Будем пытаться так. Теми силами, что есть, нападать на него. Успел все-таки слона поставить в город. Чем плохо, что слон в городе, тем, что сила увеличивается города и обстреливать его сложнее становится. Так, города растут, несмотря на несчастье. О, у меня минус 18 золота. Надо быстрее, чтобы религия распространялась. Чтобы золото в плюс шло. Ну, вот и все. Разбомбили мы этот лагерь наконец-то. Нет, наверное, рабочего стоит взять. Потому что у меня много тут еще усовершенствований, которые надо улучшать. Много клеток, которые надо улучшать. А с городами я и так... Ведь и в каких хороших отношениях, кроме Гонконга. К сожалению. Но тоже надо его в союзники брать, и все будет хорошо. Опять прыжок вперед небольшой. Убираем одного лучника меткого от Никеи, чтобы его не убило. Кстати, обратите внимание, что есть такой глюк в игре. Вот в 2D показывает повреждения города больше, чем в 3D. Вот видите, в 2D была красная полоска. Сейчас я переключился в 3D, она желтая. Поэтому рекомендую перед захватом города, когда вам кажется, что у него уже не осталось никаких хит-поинтов, переключиться в 3D и посмотреть, как оно на самом деле. Потому что вот в 2D оно вот так странно показывает. И, по-моему, в новом дополнении в Brave New World... Я, конечно, точно не смотрел, сейчас не могу вам сказать, что я прав, но, по-моему, там этот глюк и остался. Вот почему-то таким образом. Так, смотрим демографию. Ну, населения не так уж и много у индуса. Солдат у меня практически в полтора раза больше, чем у него. Так что можно начинать атаку Никеи. Ну, с наукой непонятно, потому что я еще письменность не открыл. У меня 0% до сих пор. Да, наверное, надо вместо катафрактариев уже и лучников построить, потому что у меня их вон всего-то 3-4. О, у меня еще один генерал родился. Вот видите, как я правильно не брал. У кого тут убивают? Убегаем быстрее, убегаем, убегаем, убегаем. Хорошо, что я взял великого пророка. Это больше даст развитию моей цивилизации. Вот у меня уже второй генерал так родился. Ну, правда, видимо, и у моего противника где-то там генерал родился. Но я могу с честью еще третьего взять. И у меня, по идее, должно быть больше. Да, вот, конечно, жалко, что построена стена у моего соперника. Так бы нападали быстрее катафрактарии. Ну что, получится Никею взять следующим ходом? Или не хватит у меня сил напасть на нее? Так, ну и здесь быстрее нажимаем какой-нибудь... Ай, смотрите, там арбалет прибежал. Ну, ну, убегай, убегай. Нет, не смогу взять. Надо убегать катафрактариям. А я стою на месте. Да, не хватает, к сожалению, силы. Надо убирать катафрактария. Но, правда, смотрите, видите, и кулкэту не хватило удара, чтобы убить моего катафрактария. Но и мне не хватило. Вот я ему пишу, но и мне не хватило. Так что нам обоим не хватило, но в данном случае это, конечно, более плюс моему сопернику. Он, блин, не вовремя совершенно. Это видите, как он тактически грамотно действует. Вот мне надо было этого катафрактария пододвигать, и я бы мог следующим ходом Никея уже завоевывать. Потому что он трех катафрактариев фигли бы убил. А так, к сожалению, не получается. Так, надо вот этого не забыть к городу подвезти. Да, придется на болото ставить, но что поделать. А этот... А этого надо оставлять. Блин, вот я сейчас думаю его отвезти, видите, поменять местами. Но надо на самом деле обоих оставлять. Потому что одного-то катафрактария, конечно, убьет. Кулкает. А вот, блин, вот это я зря делаю. Вот сейчас. Не очень верный ход с моей стороны. Надо было того катафрактария оставлять под Никеей. Так, ну исследуем тут оставшиеся неисследованные территории. Пока полечимся. Нам надо не только варваров убить, но и добраться до тыла Индии. Ну, а тут все в веру свою превращаем города-государства. Тем более, что там, по-моему, какие-то квесты на это дело были. И сейчас моя религия будет как пожар распространяться. Так. Вот мы перевели. Давайте обстреливаем быстрее. Главное катафрактария. Вот зачем? Вот видите, вот ошибка. Я напал на Никею, хотя она не была уничтожена полностью. Потому что мне в 2D показалось, что она убита. Вот ошибка. Вот что мне стоило не... Эта ошибка мне стоила не захвата Никеи. Я потому что в 2D смотрел на убывающие хитпоинты. Мне казалось, что их уже нету. А на самом деле... Вот, я пишу тоже своему сопернику. А на самом деле они были. И это вот ошибка чисто техническая. Хотя я до этой игры много раз с такой же ошибкой сталкивался. Ну, знаете, иногда теряешь концентрацию. Вы же знаете, как я люблю терять концентрацию. И всякой фигней заниматься. Вот очередная, как так сказать, ошибка с моей стороны. Ну, ничего, продолжаем атаку. Попробуем взять Никею. Если не возьмем, то хоть войска потрепим моего соперника. Ну, у него, смотрите, уже так слоны. Хотя мне кажется, что это вся армия, которая у него есть. Ну, где-то там еще на затененной территории генерал стоит. Ну, это, видимо, вот эта вся армия. О, тут чудо света у моего соперника было. Если бы он не через один город играл, а поставил тут город, у него было бы немерено религии. Лучше бы это чудо света у меня стояло. Потому что религия для Византии, вы же сами понимаете, очень круто. Даже с этим чудом природы не надо никакого Стоунхенджа ставить. Так, ну, давайте посмотрим, как после этого хода, что у меня тут будет с войсками. Аж три юнита подставлено. Вот уже двоих уничтожил Кулка, а ты третьего уничтожил. Зашибительно я сейчас действовал. Да, и всего лишь вот 2D. 2D помешало взять Никею. Вот вам всем показатель, что надо не только в 2D играть, но и иногда в 3D переключаться. К сожалению, вот такая фигня. Ну, трех юнитов потерял на ровном месте. Ну что ж, ничего, это воля. Мы юнитов восполним, и все будет хорошо. Так, уже у меня 2D, я думаю, этого достаточно. Кстати, я их не просто так строил. Они один с одной стороны, другой с другой будут обходить землю. Во-первых, откроем Пангею полностью ее граница. Во-вторых, будем Никею атаковать с моря. Тоже вот этого, я думаю, мой соперник не будет ожидать. Тем более, что на Драмоны Великая Стена не действует. А вот и последний город. Город государства. Он, кстати, не в альянсе с Индией. Видимо, индус у него рабочих тоже воровал нормально. Так, последнюю дорогу. Соединяем последний город. Раз, два, три, четыре, пять, пять городов. В принципе, можно шестой поставить вот ниже Адрианополя. А седьмой вот за горой Адели. Ну вот, я начинал говорить еще, что забавно, обычно у моих соперников горы им в помощь были. То есть, их города стояли за горами. Помните предыдущие игры? Мне приходилось там с трудом к ним прорываться. В данном случае гора как раз с ненужной стороны для моего соперника, что мне в плюс. И мне через гору не надо будет идти. Так. Вот тут немножко покоцаем слоников. А то он еще в атаку пойдет на меня. Да, ну, отбилось, конечно, Никея. К сожалению, из-за моего тупизма. Вообще, надо сначала уже всеми обстрелять город, а потом нападать катафрактариям было. Чего я двумя лучниками всего выстрелил и поперся в атаку? Ну, дурачок, дурачок. Так бы уже давно Никею взял. Ну, не факт, что я ее удержал бы, но все равно веселее было бы. Все-таки, видите, уже она в моей религии у меня бы быстрее хитпоинты восстанавливались на этой территории. И все могло сложиться немножко иначе. Эта атака, явно бы она не захлебнулась, я бы не потерял столько юнитов. Вот, еще этого катафрактария убило. Ну, попробую слоника того убить в отместку. Еще немножко вперед. Я вам не показываю, что я там рабочими делаю и так далее. Вот, продолжение атаки. Надо было слона того добивать, а я тут убираю своего метколучника. Ну, я просто подумал, что вряд ли я по фастклику успею, как Кулкэт действует. Он явно тоже будет слона убирать, а не атаковать сначала моего лучника. О, я уже в друзьях с Занзибаром, чуть-чуть осталось до Альянса, и это будет классно, если я в союзнике возьму Занзибар, он будет мешать Дели в тылу. Очень, как бы, было бы неплохо взять его в союзники, только каким образом. Так, ну, в общем, атака захлебнулась, и, в принципе, Кулкэт там стоит на стороже. Теперь можно попробовать со стороны Антиоха на Дели как-то понападать. Проматываю те места, где нет боевых действий. Вот, видите, мой соперник пришел уже несколькими арбалетами и слонами. Вот он выставил их вот на этот, как-то сказать, промежуток между Никеей и Антиохом, чтобы контролировать мою дорогу и видеть, чем я тут занимаюсь. Вот, к сожалению, слоника не могу я никак на слоника напасть. Ускакал. А кто ускакал? Вроде никем не ускакивал. Ну, не знаю. Так, и надо здесь вот как-то выкуривать его отсюда. Да, к сожалению, убрал слона. Ну, мне нечем было его добивать, так что пофигу. Выкуривать этих арбалетов и вообще соперника с этого места, потому что тут очень хорошее место для контроля вообще территории и контроля передвижения моих войск и его войск. Вот это важное стратегическое место. Кстати, а можно ли сюда город как-то воткнуть? Конечно, не очень в тему мне будет, но смотрите, сколько у меня счастья из-за того, что у меня практически все города-государства в дружбанах ходят. Поэтому счастья у меня очень много и можно, в принципе, пожертвовать счастью на город. Да, там, по-моему, места хватает между Никеей, Андрианополем и Антиохом, чтобы посмотреть. Ну, смотрите, как у него классно горы расположены. Вот если бы я находился справа от Дели, а не слева, моему сопернику вообще было бы очень классно. Но тут хоть мне хоть раз повезло в этом плане. И я нахожусь слева. Так, опять заканчивается ход. И посмотрим, куда теперь будет атаковать мой соперник. Вот генерал, три арбалета, слон. Ну, хотел моего лучника атаковать, а оказалось, атаковал катафрактария. Блин, может зря я сейчас нападал. Но тут, по-моему, видите, слон и арбалет не стоят на холмах, поэтому убить катафрактария они не смогут. А арбалет уже походил, который на холме, он стрелял, так что катафрактарий убить не будет. Надо смотреть, на какой местности находятся войска соперника, видят ли они ваши войска оттуда. И таким образом использовать. Ну, вот тут, наконец-то, я дорогу построил через эту реку. Одна из причин медленной атаки была отсутствие дороги через реку. Приходилось ход тратить на то, чтобы переправить войска. Так, ну, никто не хочет мне дань давать. Вообще, никто меня не боится. Что за фигня? Ну, ладно. По демографии. Ну, вот уже, видите, отжирает город мой соперник. А по науке 28 против 25. Все не так уж плохо. Тем более, что у меня не через традицию играю 98-й ход. То есть, я смог затормозить развитие соперника вот этими воинскими действиями. Ему приходилось встроить войска. Но обратите внимание, что он как бы не в защите находился. Он тоже нападал. Если помните вот дуэль против Америки, там тоже игрок действовал по традиционному сценарию. То есть, через традицию играл и тоже нападал на меня. Но там не было такого классного уникального юнита, как слон. Все-таки слоны – это очень-очень круто. И в данном случае то, что Кул Кэт очень классно их использовал, говорит, что он не просто так в финале со мной играет. Так что... Ой, кого там убило уже. Кого я пропустил и там убило у меня. Что за фигня? Так, кто-то меня обстреливает. Убираем кота Фрактария. Так, тут можно пока повременить с убиранием меткого лучника, потому что можно... А-а-а, шифтом походил арбалетом на моего работника и захватил его. Воя дурак. Ну, ладно. Тут я ступил и отдал рабочего просто так. Видите, и следующим ходом он уже обратно убрал его, и я не могу его отбить. Я просто его там оставил, думая, что если он нападет на меня, то я смогу его обстрелять, забрать обратно. Ну, эти пошаговые штуки, которые при одновременном уходе никого не волнуют. Так что таким вот образом отдал меткого рабочего. Так, ну, мы тут бодаемся под Никеем. В принципе, я не вижу каких-то особых проблем. То, что я Никею отбить не могу. Строю города. У моего соперника только один город. Конечно, моногород неплох, но в данном случае у меня и производство выше, и населения не так уж мало. Ну, чуть отстаю по науке, да, вот арбалеты. Но на самом деле не так сильно, как вот, помните, когда я играл против Турка. У него было три города, и там, конечно, это все намного хуже было. Здесь все путем, и я попробую Никею Драмоном захватить. Я думаю, не ожидает мой совет. Ну, правда, он видел его, я там подходил к границам, видел, что у меня Драмон есть, но, возможно, он не ожидает, что я буду захватывать именно Драмоном. Он там скопил под Никеей войска. Да, поставлю на автомат Драмона отпускаю, он сам их следует. Ну, видите, мы тут так плотничком стоим. Арбалеты моего соперника, меткие лучники у меня. Ну, не так уж, на самом деле, много отнимают арбалеты, чтобы по этому поводу волноваться. Вот, вполне меткими лучниками и катафрактариями можно против них бороться. Ну, вот жаль, не добил. О, попадаю, надо добить, куда? Ну, что я думаю, надо стрелять по... А, ну, что мы стоим? Ну, вот что я сейчас, о чем я думаю? Ну, что за фигня, я не понял. Что я вот сейчас сделаю? Ой, и подставил катафрактария таким образом. Почему я не убил арбалет? Кто-нибудь мне может объяснить? Что я за дурачок? Ну, подстава в том плане, что я хотел передвинуться через поле... Даже не через поле, а... Мимо там, где генерал стоит, и пройти по дороге. Но так как мой соперник передвинул слона, именно в тот момент, когда я передвигал Драмон, ой, извините, катафрактарий, то компьютер посчитал, что надо подставить под выстрелы города. Ну, что, вот видите, тут раненый арбалет и слон? Лучше бы этого слона добил. Я не понимаю, что он у меня нашел, почему я убрал медколучника. Боялся, что его убьют, ну, хрен с ним. То есть убивают... Я убиваю арбалета, у меня убивают медколучника. По-моему, очень хороший размен для меня. Что я тут... О чем задумался, да. Что-то очень странно. Так, еще небольшой прыжок вперед. Я вам не показываю, что я там рабочими делаю, еще раз напоминаю. Ну, вот пытаюсь тут... Арбалет убил, но ценой двух катафрактариев и отдал рабочего... Ну, не себя оставил рабочего, а отдал городу-государству. Ну, два катафрактария за арбалет... Не скажу, что прям уж равнозначно. Ну, в принципе, надо было получше. Размеры... Вот если бы один катафрактарий отдал за арбалет, то было бы очень даже ничего. А так... Не очень, не очень. О, а что это у меня даже не отнялось ничего. Посмотрите, я трирему варварскую атаковал, она получила 56... 56 урона, а я адрамон мой вообще не получил урона. Может, какой-то... Бонус у него против... Ну, то, что бонус есть, это из-за чести. Видимо, настолько драмон крутой против варваров, что вообще против триремы варварской никакого урона не получает. Так, ну что, видите, я уже с другой стороны подкрался к Дели. К сожалению, Зензибар никаких квестов не дает. Будем потихоньку подходить. К Дели и будем стараться что-нибудь там как-нибудь нагадить. Вы согласны? Ну, вот, видите... Ого! Ого! Ну, не знаю, может, я зря отходил. Надо было... Надо было шифтом туда передвигать, конечно, на моем войске. Видите, Кулкат улыбается. Потому что я быстренько своего катафрактария убежал оттуда. Ну, опасненько, я вам скажу. Блин, вот жалко, я того арбалета не добил. Я вообще не понимаю, что на меня нашло. Причем я бы добил арбалета, но мой соперник все равно бы слона передвинул на то место. Он и так его планировал туда передвигать. Я бы таким образом и слона бы еще, может, прижучил там. И мой соперник бы потерял двух юнитов. О! Я тут сейчас, блин, не добегает мой катафрактарий, потому что у кого-то великая стена. Жаль, 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 жаль. О! У меня уже, смотрите, марш появился, прокачка. Значит, этот у меня лучник будет каждый ход лечиться в любом случае. Ну, катафрактариев... Ну да, я потерял много катафрактариев. Надо бы, конечно, и метких лучников понастроить. А Драмон надо поставить так, чтобы из Никеи его не было видно. Вот. Но при этом ему хватало хода, чтобы ее захватить. Вот в четырех клетках, ровненько у него четыре хода. Он будет там стоять и дожидаться своего часа, когда можно будет напасть и захватить Никею. Так, ну что, смогу я тут рабочего? Вот, а отобрать у Дели. Правда, конечно, катафрактариев я потеряю. К сожалению, мне там лечиться будет не на чем. О! Ух ты! Он еще и... И кто? Гонконг. Гонконг объявляет войну Кулкэту. О! Это прям вот, видите, выше Никеи, который город-государство. Это я очень хорошо зашел. По-моему, замечательно. Да, боже мой, 19... 19 счастья. Я впервые играю через волю и расселение. У меня столько счастья на такой, ну, относительно ранней стадии игры. Конечно, это не ранняя, это уже где-то ранняя середина, я бы так сказал, игры. Да, но у Гонконга аж целый арбалет. Он мне сейчас так поможет в нападении. Прям поможет-поможет. Блин. Жалко, что, конечно, всего лишь один арбалет. Мог бы и получше развиться. Ну, в принципе, в этой игре нету военных городов-государств. Вот, если бы Гонконг был военным городом-государством, было бы вообще офигенно. Он бы... Не понял. А, ну да, которые поддели. К сожалению. Покеды, да. О, смотрите, обратно вернул рабочего. Но, не знаю, вот сейчас я что-то думаю. Если бы у Гонконга было получше войска, может, надо было этого рабочего просто уничтожить. Я бы больше тогда бесполезности принес моему сопернику, а не возвращать этого рабочего. Я-то думал... Я, честно говоря, думал, что это Занзибар. Я не почитал текст. Думал Занзибара, и Занзибар тогда очень круто было бы, если бы стал моим союзником. Но это оказался Гонконг. Ну, ладно. Что ж, будем так воевать. Очередная попытка сходить к Дели. Вот, пойдем с этой стороны. Видите, мы у вас... У меня столько армий, что как бы две группировки, но я не успеваю. У него арбалет на холме, и он меня обстреливает. Ну, мы попробуем тоже его пообстреливать. Не знаю, к чему это приведет. О, какое-то чудо природы нашел мой Драмон, который автоматически плавает. Блин, и тут вот... Видите, он хорошую позицию занял. Вот, хорошее чудо природы, конечно. Конечно, поставить бы там тоже город, но уже не сейчас. Еще есть места, куда ставить. Так. Ну, смотрите. Смотрите, чем занимается Кулкэт. Грабит... Грабит поля под Гонконгом, лечит своих слонов, и еще и баблишко за этом получает. Так что... Видите, я тем, что отдал рабочего этому городу-государству, подтолкнул своего соперника к идее лечиться за счет этого города-государства, и на нем деньги зарабатывать. Помните, вот в дуэли против HLDM мой соперник этим как раз и занимался. Ну, прям, правда, он не ждал, когда я буду союзником этих городов. Он их просто... Каждый ход объявлял войну, а потом с ними мирился. Так, ну, попробую еще раз Никею завоевать, потому что у меня там Драмон стоит под границами Никеи, скажем так. Так, а на самом деле этот мой ход в сторону Дели был отвлекающим маневром в надежде на то, что мой соперник решит, что я сейчас пойду к Дели и перетянет туда свои войска. А я в это время, вот видите, здесь перегруппирую свои силы и все-таки возьму Никею, потому что важный такой стратегический пункт. Надо его брать. Даже стратегически не в том плане, что завоевывать Дели, а что мой соперник там может свои войска группировать и отсиживаться некоторое время. Так, отведем пока генерала и моего лучника от этого злого мужлана-арбалета. Так, как бы у меня сейчас... Опять проспал, как всегда. О чем я там думаю, не знаю. Ну вот, катафрактарий был быстро уничтожен. Это вот, сказать, и не фастклик. У меня было столько времени и возможности его увести, что, конечно, на фастклик тут пенять вообще никакого смысла нет. А вот я прокладываю дорогу, чтобы быстро в один ход поставить моих метких лучников на холмы и обстреливать оттуда Никею. Так, вот следующим ходом, собственно, можно будет это и проделывать. Так, катафракты у меня тоже... Катафрактарии готовы. О, тут пошел навал на Антиоху. Очень хорошо. Видите, как я и предполагал, мой соперник перекинул войска к Антиоху и у нас будет прекрасная возможность взять, наконец-то, Никею. В то время как Индус под Антиохом там пытается, мои войска, что-то как-то пощипать слегка, я буду на Антиох... на Никею нападать. Вот тут, видите, арбалет еще и при смерти. Теперь главное еще вперед катафрактариев вытянуть, на них перекинуть огонь, потому что колл-кэт наверняка будет вначале их обстреливать, ведь важно убить тех юнитов, которыми можно город захватить. А потом уже обстреливать тех юнитов, которые дистанционно атаку ведут, то есть снижают защиту города. Ну, это основы, собственно, вы так всегда и играете. То есть если идет атака на ваш город, вам важнее уничтожить тех юнитов, которые атакуют, которые могут захватить город. Всякие катапульты и меткие лучники – это дело десятое. Ну, сами понимаете, если юнитов не видно, которые могут захватывать город, то уже атакуют и метких учеников, естественно. Ну, Катя меня, мол, у меня пагода купилась, мне часто пишут в комментариях, мол, я из видео в видео повторяю какие-то какие-то штуки, которые уже раньше говорил в других видео. Ну, само собой. Во-первых, повторение – мать учения. Во-вторых, появляются все новые и новые подписчики, которым тоже надо какие-то основы рассказывать, а не шленятся смотреть предыдущие видео. Вот. И повторяю именно очень важные вещи, которые стоит всегда не забывать о них. Я о них сам забываю, вы поймите, я их… Вот я вам говорю, то есть, если хотите, я такой больше теоретик, чем практик. Я знаю, что это надо делать, но когда наступает время битвы, у меня… Ну, понимаете, если я… Ну, хочется отсылать, то есть удовольствие получать. Мне вот нравится забыть о каких-то тактиках, то есть то, что отложилось в подкорке и запомнилось навсегда, то автоматически делается. А вот там убрать раненого юнита я часто забываю, хотя это тоже основы. Что там я еще… Вот из 2D в 3D режим забыл переключиться. Помните, не взял ни кею в прошлый раз. Так что есть много всяких. Ну, здесь, видите, мы скопили уже юниты и следующим ходом шифтом у меня передвинутся метки и лучники и начнется атака, вот да, генерала, чтобы все было по минимуму… по максимуму урона нанести и по минимуму потерпеть урона от соперника. Так, что-то я, по-моему, забыл шифтом передвинуть-то. Время уходит, а у меня юниты еще нифига не передвинулись. Вот вместо того, чтобы тут рабочими заниматься, надо метких лучников передвигать и начинать атаку Никеи. Ай-яй-яй, это я, в общем, как-то сплю-сплю-сплю. Убираем. Успел убрать, очень хорошо. А, блин, на горку. Ну, ладно, я думаю, не добьют меня. А, я вот передвинул шифтом, ну, слава богу, что-то я заснул. И начинаем атаку Никеи. Ну, вот надо было перед меткими лучниками поставить катафрактариев. Еще раз повторюсь, чтобы на них отвлекались юниты соперника. А я вместо этого опаньки. Так, и тут надо остановиться. В общем, вот тут я сначала, на самом деле, решил, что у меня мигнул свет. Объясню ситуацию, это важно для дальнейшего развития событий. Я решил, что у меня мигнул свет, но через где-то 3 минуты Steam заработал, и CallCat написал в чате, что его тоже точно так же выкинуло. То есть, это была какая-то проблема в Steam. Ну, мы решили на этом месте, собственно, сейв сделать. То есть, автосейвы у меня были включены, я хост, сейв остался, и мы до этого уже хотели сделать сейв. Поэтому решили, что это судьба, и сделали сейв. Это было 25 июня. То есть, вот первую часть игры мы сыграли 25 июня. Потом у меня были дела у CallCat, это дела, потом опять у меня, потом у CallCat, в общем, никак не могли состыковаться. В итоге, наконец, волевым решением все сели доигрывать 9 июля. То есть, прошло, чтобы вам не соврать, ну, две недели, да? Две недели прошло. И вот, через две недели запускаю игру. Запускаю игру, и, мягко говоря, офигеваю от того, что все как-то очень странно. Ну, начнем с того, что за две недели я просто тупо забыл, вообще, что у нас тут происходит, что вообще за дела. А потом запускаем игру, и у меня, вот смотрите, у меня ни один из юнитов не движется, и написано, что ваши юниты походили. Ну, я там в чате спрашиваю Кулкета, он тоже говорит, что да, у него тоже не движется, ничего не двигается, только те юниты двигаются, которые вот сейчас были произведены в городах. Ну, мы решаем заново сейф не запускать, а просто дождаться начала следующего хода, и у нас будут юниты ходить. Еще тем более можно хоть посмотреть на карту и понять, что происходит. Но, видите, меня Кулкет обстреливает из города все равно. Но, дело в том, что я за эти две недели не играл, то есть, вот как мы тогда нас выкинуло со стима, я с тех пор циву не запускал вообще. Ну, не буду врать, наверное, запускал, там, цивилопедию посмотреть, но не играл ни одной сетевой игры. Вообще. А тут еще, оказывается, подоспел патч. Ну, вот это мы 9 июля играем, значит, через два дня выходит Brave New World, вышло уже, вот когда я описываю эти события, и вышел патч, который все поменял, вот видите, тут таймер новый, то есть, я вот реально запустил игру, и я смотрю на нее, и она как-то выглядит все для меня как по-новому, я вообще не врубаюсь, что тут происходит, какие-то новые, вон, фишечки рядом с никами, какие-то мигают все передо мной, звуки другие, а я как аудиал, я очень много по звукам ориентируюсь, есть визуалы, аудиалы, хотя и визуал тоже, в принципе, но для меня звуки очень важны, какие-то новые звуки, теперь нету звука убийства юнита, но вообще самое главное то, что я забыл, что у нас в игре происходит, то есть, за две недели у меня абсолютно выветрилось из головы, ну и практика игровая тоже ушла, в общем, я тут смотрю вообще на это все дело, и понимаю, что я ничего не понимаю, делать такие перерывы в игре никогда, никогда себе такого не позволяйте, две недели не играть это очень много, ну вот я тут уже вывел катафрактария в городу, но к этому моменту успели уничтожить двух моих метких лучников, я даже как-то пропустил каким образом, и, но все равно есть возможность Никею эту захватить, будем, подвигал туда-сюда катафрактария, но у меня вот видите, тут еще один живенький есть, поэтому будем его использовать, и работаем, работаем, давайте пытаться, ну вот реально я сейчас вспоминаю свои чувства, вот я юниты передвигаю, ну так, вот чисто интуитивно, потому что что вообще, где у меня там что строится, что исследуется, я вообще не помню по какой, какая у меня там, ну, тактика, я помню, Никею завоевать было, да, тут отвлекал внизу войска, но что было, как я там дальше, какой у меня план на науку какой был, какой план по строительству в городах был, ничего в упор не помню, что я там, ну, Никею я помню, что я хотел завоевать, а что я дальше хотел делать, что тут вообще происходит, за какой я нацию играю, вот, честно говоря, вот такие были мысли, ну, то есть, я видел загрузочный экран, что там Феодора сидит, значит, я за Византию, но какие у нее бонусы, что вообще происходит, то есть, я настолько за две недели выключился из всего этого дела, то есть, вот я сейчас понимаю, что надо было сейв там, хотя бы за час до игры загрузить, просто сейв, посмотреть, какая ситуация, ну, загрузить сейв без соперника, естественно, какое расположение войск, вообще привыкнуть, а знаете, что меня еще смущает, тут перерисованные джунгли, и они как-то стали выглядеть, как раньше, как будто лес выглядел, я как-то не вырубаюсь, вроде, вроде что джунгли были, почему лес нарисован, это в 3D режиме, я так, то есть, ну вот, за звук какой-то новый конец хода, да, ну вот опять, видите, в 2D режиме кажется, что слона убить или на город напасть, вот эти два, мой соперник сейчас отвлекается на катафрактариев, если бы я их передвинул раньше, у меня осталось еще лучников там под Никеей, было бы проще ее завоевывать, ну ничего, здесь вот арбалет еще, сейчас разграбим железо у Кулкета, ну в общем, все очень странно, вот, двух катафрактариев я потерял, но хоть на них отвлекаются юниты соперников, и могу уже какую-то принять общественный институт, ну, я как помню, я хотел честь принять, чтобы быстрее, да, быстрее юниты строились, и еще один великий генерал появился, вот у меня уже три великих генерала, я явно по этому показателю должен превосходить соперника, и в принципе, после захвата Никеи можно и начать отжирать территорию у Дели, ну, под Никеи, конечно, очень не хватает лучников, вот приходится тратить, можно так сказать, катафрактариев на то, чтобы снизить хитпоинты, опять же, потерял лучников, потому что вначале тупил на то, что как карта выглядит странно, надо было быстро катафрактариев вперед выводить, и чтобы Кулкэт на них отвлекал свою огневую мощь, а не на метких лучников, у меня есть с чем захватывать Никеи, вон у меня там Драмон храпит выше Никеи, а так получается, что трачу несчастных конников на то, чтобы снизил еще немного, не знаю, хватит ли этого, давайте уже последний, вот убился в Никею, к сожалению, обстреливаем, да, все очень не очень, скажем так, все очень не очень, но не хватает, не хватает захватить, так, надо, знаете что, давайте попробуем тут дорогу быстро построить, у нас за один ход строится дорога, так, быстро Драмоном, ой, Драмоном, Катафрактарием, давайте еще генерала спрятать в город, Катафрактарием надо блин, уничтожил, надо было я не помню, я ходил этим, да, этим я походил, так, надо тем Катафрактарем все-таки напасть на Никею, там по-моему ход будет или не будет, все-таки великость, а ну или шифтон походить, так, надо надо посмотреть, хватает у меня ходов? Ну что, передвигаться по-любому, нет, не хватает, жаль, очень-очень жаль, и здесь вот эти лучники местовые не в тему они тут уже, конечно, их бы подники, видите, мой соперник обратно перекинул войска, то есть тот маневр, который, которым я его отвлек к Антиоху, из-за моей тормознутости уже не работает, ух ты, смотрите, походу хватает драмоном захватить Никею, так, надо еще в 3D переключиться и посмотреть точно, раз, два, три, четыре хода, хватает пройти, так, ну я тут уже рабочего теряю, ну вот, видите, пишу, да, понимаете, это происходит из-за того, что я торможу вообще, что делать, то есть это сейчас вот на видео кажется, что я там думаю о чем-то, на самом деле я смотрю на карту и вижу фигу, как говорили, ну вот Кулкэт тоже пишет, что типа я не виноват, это не фестклик, ну я и не про то, я смотрю и думаю, блин, что у меня за юниты, где это, в какую игру я играю, вот, ну, похоже, главное, что, главную мысль я улавливаю, что Драмон Никею все-таки завоевывает, и это классно, и войска у меня тут во всю клепаются, так что прорвемся, наверное, если я приду в себя, ну вот, тут слон, а, не хватило ходов, жалко, 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 так, что тут у меня, ну, давайте смотреть, и я сейчас оставляю захват Никеей Драмоном на конец хода, чтобы мой соперник не мог быстро ее отбить обратно, потому что мне кажется, что он ее отобьет, хотя тут, я смотрю, у него одни арбалеты и слоны, но должно хватить на захват, то есть, я вот сейчас ориентировался не по количеству хитпоинтов в 2D, а по тому, сколько хитпоинтов снимает Драмон, и вот на последних ходах и не хватает, вы смотрите, там вообще осталось хоть сколько-то у Никея, блин, и все, сейчас я уже, и смотрите, он слоном захватывает моего генерала, про которого я забыл, убивает метка лучника, Драмона обстреливает, ну, в общем, невозможно в таких условиях играть, к сожалению, я вообще не понимаю, что тут происходит, да, ты убил, ну, в общем, давайте я уже дальше не буду держать интригу, скажу, что я сдался в этой ситуации, может, кто-то скажет, что тут еще можно играть, я не спорю, вполне возможно, но дело в том, но дело в том, что вот две недели, проведенные вне игры, дают о себе знать. Начну с того, что я ни в коем разе не нивелирую мастерство Кулкета, я считаю, что он абсолютно заслуженно победил в этом турнире, с чем его и поздравляю, победа абсолютно заслуженно и надеюсь еще много-много раз с ним играть, он интересный соперник, интересный стратег, все очень классно. Единственное, вот цель моих оправданий, объяснюсь, вот видите, я здесь играл в расселении через волю, а мой соперник через традицию одним городом, и это много критикуют в комментариях, что вот, я в дуэлях чисто на волю, наседаю, что у традиции есть варианты, поэтому я сейчас оправдываюсь в том плане, что в этой игре мы могли еще долго играть, я не считаю, что была проигранная позиция вот в стратегическом плане, правда, как Call Cat тоже мог бы победить, если бы мы дальше нормально продолжали играть, но вот эти две недели мои вне игры и вот тут такие сливы произошли сейчас армии, которые все, все мои задумки собственно похерили, вот у меня тут уговаривает, что типа играть надо дальше, но я вам пишу о том, что вообще подставил все, на что надеялся и все как-то странно выглядит и непривычно, в общем, я вам еще раз скажу, что я вот этот сейф запустил впервые после того, как мы закончили две недели назад с Call Cat играть. После этого я Циву не запускал вообще, не видел, как выглядит новый патч, что-то нового навернули, поэтому получилось, что финал вот так скомкан моей, так сказать, невменяемостью. Тем не менее, победы Call Cat это не умаляет абсолютно, потому что грамотное использование слонов в начале партии, грамотная защита, все, по-моему, сделано на уровне. И не факт, что я бы не проиграл, будь я даже во вменяемом состоянии, но, к сожалению, вот скомканность финала моя вина, у меня не получилось собраться, когда я увидел все вот это вот, не было времени сообразить вообще, что происходит и вот так вот. Еще раз повторю, оправдываюсь я для того, чтобы вы не пришли к выводу, что моногородом можно прям тут рулить вовсю и побеждать. Я с этим не согласен, но вот видите, в этой игре не смог это показать именно в плане какой-то своей занятости, из-за чего выпал из цивилизаторского процесса и не смог качественно довести эту игру до конца. Тем не менее, слава богу, этот турнир завершен, боже, как я устал играть в дуэли, вы бы только знали. Наконец-то вернусь к нормальным групповым играм, буду разбираться с новым аддоном, а уже одно видео по нему собственно запостил, буду смотреть, что там нового накрутили. Столько всего интересного впереди а дуэли играть надоело смертельно. Но еще раз повторю, что я говорил в начале, я не ожидал, что я дойду до финала, честно, думал, 4-5 игр сыграю и вылечу. И то, что вот я играю в финале, прям зашибись. И то, что я не победил в этом турнире, по-моему, замечательный такой драматический поворот. А то, если бы я победил, это, по-моему, было бы вообще скучно. А так, второе место сыграл практически максимальное количество возможных игр. Больше я бы сыграл только если бы вылетел в первом, ну, проиграл в первом круге и через ветку лузеров получилось бы больше игр сыграть тогда. Вот, игрался с очень интересными соперниками, все, со всеми было интересно, каждый как-то преподнес свое видение стратегии. Каждый раз приходилось что-то выдумывать. Хотя, опять же, в комментариях писали, что вот, я одинаково играю через расселение и волю. Как сказать одинаково? Ну, стратегия, развитие, да, одинаково, но тактика и даже размещение городов совершенно разные. Приходится действовать по-разному. Ну, и мои соперники действовали по-разному, поэтому всегда как-то каждая игра выглядела имеет свою фишку, то есть, можно вот взять плейлист этих дуэльных игр, 10 игр, и можно сразу говорить там дуэль Греции с Россией и сразу мне приходит на ум, как там действовали, как действовал мой соперник и использовать эту тактику. Или там номер дуэль Америки против Эфиопии, когда традиционник пошел атакой на вольника, тоже очень интересный пример. Ну, и все, все игры вот так вспоминаются, да, два моих проигрыша, кстати, GQL Radio, тоже очень интересно, всякий раз по-новому, когда он Эфиопии внезапно стал играть через волю. Это мне подсказало идею следующей игры против Америки, когда я выбрал Эфиопию и тоже стал играть через волю. Очень все это интересно, это вот пример, как учиться на своих поражениях, применять тактики, которые применяли против вас соперники, все это запоминается и в будущем помогает играть лучше. Поэтому я вам рекомендую как можно больше играть, как можно чаще играть. И вот опять же пример этого моего поражения, что я две недели не играл вообще и буквально за несколько минут слил все, что можно. Было удивленно, глядя на карту и спрашивая себя, что вообще происходит. так, ну, тут дальше мы еще играли, но на самом деле я уже ничего не мог сделать, потому что основной костяк армии был потерян при атаке Никеи. Давайте я тут вам коротенько покажу, что происходило. Да, вот Кулкэт ставит крепость, я там пытался как-то еще эту крепость отбить, думал куда-то своего генерала поставить, но так и никуда не поставил, потому что не понимал вообще, опять же, напомню, не соображал, что происходит. Так, давайте перемотаю на взятие Адрианополя. Ух ты, тут оказывается аж пять ходов защищался от взятия Адрианополя, но мне это не очень помогло, вот тут уже пять арбалетов, Адрианополь взят, ну вот я тут все возмущаюсь, хотя я уже до этого как бы поздравил Кулкэт, но он настоял на то, чтобы я поборолся все-таки, да, я постарался честно, но хреново у меня это получилось, потому что ну нет, с потерей Адрианополя я еще не уверен, я думаю, что тут еще все может вернуться на круги своя. Ну вот действительно, то есть я не в том плане не успеваю, что фастклик, там Кулкэт как-то быстрее меня перекликивает, а потому что гляжу на карту и как-то вот своем думаю, то есть там как карта по-другому выглядит, то есть у меня нету вот сейчас вовлечения в саму игру, я вот за две недели как бы так выпал и очень медленно у меня соображательные нету прежних рефлексов на ход, я думаю, даже если бы у нас были даже не одновременные ходы, а пошаговые, вот загрузили бы этот сейф и пошаговые играли, я все равно думаю, что я бы тут точно так же слил, ну чуть за большее количество ходов, но тоже вот так вот не врубаясь где, что и куда ходить, так что не бросайте игру на долгое время, иначе будете вот так не соображать, это вообще всего касается, тренировка нужна всегда, ну вот мы там переписываемся, так, давайте перемотаю к взятию Константинополя, мы аж до этого доиграли, да, итак, столица Византии в огне, смогут ли отважные греки защитить ее, конечно, история переписывается, вместо турок под стенами Константинополя внезапно индусы, представляете, рыцари, рыцари и копейщики, на последнем издыхании, последний император Константинополя встает в проломе стены, пытается защитить город от наступающих орд индусов, несущих на плечах статуи Будды, когда же Константинополь падет? Ну, кстати, почитайте чат, сейчас мы там обсуждаем преимущества стратегии через волю, через традицию одним городом. Ну, что ж, в Константинополь врываются индийские войска. Последний император Константин Драгаш сказал «Город пала, я еще жив», после чего, сорвав с себя знаки императорского достоинства, он бросился в бой, как простой воин, и был убит. Достоверных сведений о судьбе его останков нет. В греческой среде существует ряд легенд на сей счет, одна из которых утверждает, что он был погребен в храме Святой Феодосии, где накануне ночи он молился вместе с патриархом. Все, Византия проиграла, Индия выиграла, турнир закончен. Спасибо всем, кто посмотрел все десять видео этого дуэльного турнира. На этом, я надеюсь, что к дуэлям я вернусь еще очень нескоро. Впереди много других идей, проектов по цивилизации. вышел новый аддон, с которым мы будем вместе с вами разбираться. Спасибо, вы слышали Лешу Халецкого, канал Леша играет, обязательно на него подписывайтесь, и до новых встреч. Обязательно играйте в умные игры. играет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok